В незалежной происходит нечто предельно странное. К огромному удивлению многочисленных наблюдателей, ее отношение с Поднебесной, казалось бы, непоправимо и безвозвратно испорченной, крайне дурно пахнущей историей с продажей китайским товарищам авиастроительного предприятия «Мотор Сич» и последующим его беспрецедентным отъемом по собственному хотению, переживают не то что ренессанс, а прямо-таки небывалый взлет. Дело помимо сугубо экономической кооперации, дошло уже до заявлений политического характера, звучащих в устах представителей киевской власти откровенно, сенсационно. Что же происходит на самом деле? Украина в очередной раз делает попытку перехитрить всех вокруг, забывая о том, что в подобных случаях практически неизменно оказывается в дураках сама. Или налицо реальная смена внешнеполитического курса Киева, причем кардинальная. Не будет ли стоит столь резкий разворот тамошним власть, придержащим сломанной шеи, поскольку он категорически не может понравиться нынешним их главным партнерам из-за океана? Слуги народа идут в коммунисты, причем в китайские, как хотите, но подписанное главой Миниинфраструктуры, Незалежной Александром Кубраковым, и министром коммерции Китая Ван Виньтао, соглашение о сотрудничестве двух стран в области инфраструктурных проектов, в котором прямо говорится о перспективе выделения Пекином украинской стороне средств на эти самые проекты, на льготных условиях, является лишь верхушкой айсберга глобальных перемен в отношениях между Украиной и Поднебесной. Казалось бы, какие к лешему средства, речь тут, ясное дело, идет о кредитах, да еще и на каких-то выгодных для Киева условиях, после того, как там осуществили самый натуральный кидок, вздумав национализировать давно выкупленные китайскими товарищами предприятия. Как такое вообще могло произойти? В склонности к благотворительности самого, что ни на есть дурного пошиба КНР, замечено не было ни разу. Да, досадные проколы случались, однако, чтоб дважды наступать на одни и те же грабли, это уж точно национальная черта скорее украинцев, чем китайцев. Следовательно, все происходящее заставляет предположить, что на сей раз, вкладывая деньги в проекты на залежный Пекин, имеет не просто железные, а железобетонные гарантии того, что свою прибыль, которая, по идее, должна перекрывать все потери от неудачной сделки по мотор-сичи, он получит сполна. Может ли в данном случае выполнять роль кнута, иск Китая к Украине, на 3,5 миллиарда долларов, сегодня находящейся на рассмотрении в международном арбитраже? Вздумайте опять вилять, засудим и до нитки разденем? Вполне возможно, но это явно лишь часть общей картины. Как уже было сказано, инфраструктурным соглашением украинский разворот в сторону Поднебесной далеко не ограничивается. Знаковым событием тут, пожалуй, можно считать состоявшуюся в Киеве пышную презентацию книги Си Цзиньпин о государственном управлении, изданной в Харькове на китайские деньги, но с подачи украинского правительства. Кстати говоря, список членов такового, участвовавшего в мероприятии, о котором у нас идет речь, впечатляет парочка вице-премьеров, министр кабинета министров, замглавы МИД, ряд народных депутатов. Столь весомое представительство госчиновников высших рангов автоматически переводит события из плоскости сугубо гуманитарной в ранг серьезного шага по укреплению межгосударственных отношений. Более того, глава парламентской фракции пропрезидентской партии, слуга народа, Давид Арахамия, в канун столетия Коммунистической партии Китая не просто поздравил ее руководителей, членов и весь китайский народ со столь знаменательным событием, но и разразился обширнейшим интервью для СМИ Поднебесной, в котором наговорил такого, что хоть националистических и бандеровских святых вон выноси. Оказывается, для нынешней украинской власти примером и образцом для подражания являются не только ошеломительные экономические успехи Пекина, но и опыт КПК в построении и развитии государства. Глава партии власти Незалежный договорился до того, что принципы его однопартийцев во многом совпадают с теми, что исповедуют китайские коммунисты, поскольку и те, и другие служат народу. Поэтому они обязательно постараются перенять опыт КПК в деле построения сети партийных органов по всей стране. Вот тут непонятно, к примеру, намерен ли Арахамия наладить выпуск цитатников товарища Зе, или в соответствии с веяниями времени, дело ограничится нарезкой из его выступлений в 95 квартале, обязательных к заучиванию на память для всех украинцев. Киев идет против Вашингтона? Над этими убогими потугами переплюнуть в уровне подхалимажа африканских князьков во времена дорогого Леонида Ильича, являвшихся за подачками в Москву, нацепив на набедренную повязку значок с профилем Ленина и выучив пару цитат из его трудов, можно было бы смеяться сколько угодно, если бы не ряд совсем не смешных обстоятельств. Понятно, что ради того, чтобы урвать деньжат на большую стройку, где они разворовываются за командой в совершенно фантастических размерах и с фантастической же скоростью, это данные не кремлевской пропаганды, а украинской генпрокуратуры, тот же Арахамия, да и сам Зеленский, будут цитировать и превозносить хоть председателя Си, хоть председателя Мао, хоть Конфуция, для китайцев же включение Украины, в силу ее транзитного положения в один пояс. В один путь выглядит достаточно привлекательно и вполне может толкать на участие в развитии тамошней инфраструктуры. Тем более, что логика подсказывает, основную массу инвестиций, в виде кредитов или каком-либо еще, освоят как раз компании из КНР. Украинскому правительству достанутся щедрые откаты, а украинскому народу, выплата набежавших на все эти денежки процентов, пусть и льготных. То, что Киев управляется из Пекина, с легкостью необычайной, доказывает недавние выпиющие, по меркам мирового сообщества, факт отзыва украинской стороной представителей, назалеженный своей подписи под резолюцией ООН, которая осуждает действия КНР в Синьцзяну и Гурском районе и требует их международного расследования. Пекин пошел по пути незабвенной управдомши из бриллиантовой руки, только вместо «отключим газ» имело место «не дадим вакцины». Украина переобулась как миленькая. В первый раз, что ли? Или в последний? Кроме того, Китай запросто может обвалить экономику Украины, не особо и утруждая себя. Ему достаточно просто прекратить закупки потоками, идущие оттуда на восток, сельскохозяйственной продукции и сырья, прежде всего, железной руды. В 2019-2020 годах товарооборот между странами рос не то, что на какие-то жалкие проценты в разы. Если лавочка закроется, Киев останется без колоссального и, по сути, единственного стабильного источника валютных поступлений в госбюджет и страну вообще. Все складывается? А вот и нет. Заявляя сегодня о резком расширении и углублении сотрудничества с Китаем, да еще и делая открытые реверансы в сторону его коммунистического руководства, Украина бросает вызов Соединенным Штатам, в последнее время тратящим львиную долю собственных внешнеполитических усилий на сколачивание как можно более широкой и мощной антикитайской коалиции как на Западе, так и на Востоке. О том, как в Вашингтоне относятся к перспективам сотрудничества Киева и Пекина, более чем красноречиво свидетельствует вся та же история с Мотор-Сичью, сделка по которой была фактически блокирована в посольстве США. Дефирамбы в адрес КПК украинских политиков, объявивших тотальную декоммунизацию чуть ли не главной целью своей жизни, не удивляют. Украинский, извините за выражение, истеблишмент и порядочность, вкупе с совестью и честью, суть вещи совершенно несовместные. Однако в данном случае, речь должна идти уже не о принципах, а о самом обычном инстинкте самосохранения, присущем, как известно, даже кишечно-полосным и беспозвоночным, вроде Арахамии и Зеленского. Его-то что заставило отключиться? Мистер Байден, вслед за своим предшественником, твердо вознамерившийся взять к ногтю Китай, такие шуточки точно с рук не спустят. На сей счет, надо сказать, имеется версия, правда, изрядно отдающая фантасмагории. В соответствии с ней, Владимир Зеленский, а равно, и его ближайшее окружение, возомнив себя фигурами всемирно-исторического масштаба, попросту решили продолжить в отношении своих западных партнеров, и в первую очередь, США, политику самого, что ни на есть, незатейливого шантажа. Ощущая явное охлаждение Вашингтона, выражающиеся, в том числе, и в нежелании баловать Киев новыми подачками. В Незалежной надумали разыграть спектакль «Разворот на Китай». Сценарий стар как мир, злые вы, злые, уйдем мы от вас. В свете такой версии, то, что любые шаги, усиливающие позиции поднебесной в какой-либо точке мира, а уж тем более, в стране, которую американцы вполне обоснованно считают собственной вотчиной. Для Вашингтона, что нож острый, работает украинским интриганом вроде бы на руку. Визит Зеленского в Соединенные Штаты раз за разом откладывается, превращаясь в перспективу отдаленную и все более маловероятную. Новые уверения в решительной поддержке звучат из-за океана, все реже и невнятнее. ВМС США устраивают провокации не в Черном море, а в Желтом, тем самым демонстрируя, какой из фронтов для них важнее. Все это подталкивает Киев к тому, чтобы, подобно злому и капризному ребенку, попытаться обратить на себя внимание громкой истерикой и выходками, которые однозначно приведут старших в шок. Вот только как бы не перегнуть палку в таких стараниях. Вероятность того, что в Белом доме и Газдепе оставят без внимания и реагирование китайские пляски Зеленского и компании равна нолю. Есть, кстати, еще и один момент, на Украине вот-вот должна начаться большая распродажа сельскохозяйственных земель. Более чем вероятно, что внезапно снова оттаивший к Киеву Пекин нацелился, в том числе и на них. Вот только Запад долго и любыми средствами, продавливавший открытие земельного рынка в Незалежной, уж точно старался не ради интересов китайских товарищей. Каковы будут его ответные действия в данной ситуации? Спрогнозировать их с достаточно большой степенью вероятности сейчас проблематично. Однако беспокойство вызывает то, что в качестве одной из воздействия на Украину могут стать провокационные действия, которые приведут к резкому обострению ее отношений с нашей страной. Эдакий асимметричный ответ, в свете реализации которого Зеленскому станет не до китайских денег и большой стройки. Насколько резкой и масштабной будет реакция США и их союзников, мы, уверен, узнаем в достаточно скором времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...